Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала суровым испытанием для всего советского народа. Комсомол по зоопартии выступил на борьбу с немецко-фашистским захватчиком. Молодому поколению военных лет были присущи лучшие человеческие черты, беспредельная преданность Родине, мужество, отвага и героизм. В истории комсомола навсегда останутся имена участников подпольной организации «Молодая гвардия», подвиги Александра Матросова, Зои Космодемьянской и многих других. Из 7 тысяч героев Советского Союза – половины члены ВЛКСМ. Немало примеров бесстрашия и героизма и в летописи городецкого комсомола. Фронтовые фотографии, похоронки и солдатские вещи хранят память о мужестве и отваге наших парней и девчат. В первые же дни войны свыше 470 комсомольцев городецкого района ушли добровольцами на фронт. Многие геройски погибли в первых боях. Среди них выпускник школы номер один – активист-спортсмен Борис Шальнов. Ему едва исполнилось 18. Столько же было Николаю Шаплонову, который, как и многие мальчишки того времени, горя желанием воевать, убежал из дома. Он хотел оказаться на передовой. Он хотел сражаться за Родину. Несмотря на то, что отец писал матери не пускать Кольку на фронт, он без разрешения родителей убегает в школу Юнг. И в школе Юнг добровольцам уходит в партизанский отряд «Красный знамя», где погибает, прикрывая своих боевых товарищей на льду Онежского озера. Самопожертвования и героизм были массовым явлением на фронте. О патриотическом подъеме рассказывают короткие весточки с фронта и письма однополчан родным погибшего товарища. Одной из них – матери командира взвода танкистов Виктора Галанина, посмертно награжденного Орденом Отечественной войны, было даже напечатано в газете. «Ваш сын, лейтенант-танкист Виктор Александрович, служил в нашей части. Ни одну сотню гитлеровцев уничтожил он своим танком. И зимой на Дону, и летом 1942 года на Смоленщине его меткие выстрелы попадали всегда в цель, разрушая окопы и блиндажи врага. Полгода, как ни стало, среди нас бесстрашного воина танкиста Галанина Виктора Александровича, но память о нем у нас свежа. Не огорчайтесь сильно, Прасковья Филипповна. Пусть кровь смерти запеклась на груди и ордене вашего сына. Мы отомстим немцам за смерть Виктора». Наравне с парнями бесстрашно под пули врага шли и юные девушки. В летописи городецкого комсомола навсегда останутся ратные подвиги разведчицы Зои Проухиной, медсестер Валентины Висковой и Елены Прагуновой, хирурга медсанбата Валентины Бурмистровой, радиотелеграфистки Тамары Лысовой. Последняя настоящая легенда. Награждена медалями за отвагу, за боевые заслуги и орденом Отечественной войны первой степени, который присвоен ей посмертно. В наградном листе командир Тамары Лысовой описал последний подвиг отважной комсомолки. Находясь постоянно на передовом наблюдательном пункте, она под ураганным огнем противника обеспечила бесперебойную связь. Ее радиостанция за все время боев не имела отказов. Будучи раненой, она не покинула своего поста, продолжая выполнять боевую задачу. Своей смелостью и выдержкой она давала пример своим товарищам, направляя их на новые боевые подвиги. 23 февраля 1945 года под городом Шеннеберг в Восточной Пруссии товарищ Лысова была убита. За отвагу и мужество представляю товарища Лысову к посмертному награждению правительственной наградой Орденом Отечественной войны первой степени. Вот у нас рота была, но рота военная по штату, это где-то 180 человек по штатам. И все были комсомольцы. Стремились, говорят, в бой пойду комсомольцам. Патриоты были, родины своей, не жалели ни жизни. Вперед Юрий Смирнов закрыл амброзуру дотом такой. А такой, как Юрий Смирнов, был массовый героизм, не думайте, что один. Были воспитаны, что надо сделать. И когда в критическую минуту, когда люди ложились под пулями, погибал взвод рота, и шли вперед, закрывали своим телом амброзуры. Был массовый героизм. Все для фронта, все для победы. Этот лозунг звал молодежь на подвиги и в тылу. Заменяя отцов и братьев, ушедших на фронт, подростки самоотверженно работали на производстве, организовывали комсомольские бригады. Городецкая молодежь подхватила широкое всесоюзное движение двухсотников и трехсотников, выполнявших по два-три плана. Трудовой доблестью прославили себя фронтовые бригады Олега Калмина на механическом заводе и Сергея Павлючкова на судоверфи. Вот много выпускали снарядов на механическом заводе и на судоверфи. Вот это головные детали снарядов для «Катюш». Каждая вот эта болванка весила около пуды 16 килограмм. Деталь готова весила килограмм 10. И нужно было около сотни таких болванок поднять на токарных станок, обточить, снять и так много-много раз. Трудовой энтузиазм комсомольцев и молодежи особенно усилился в связи с 25-летней годовщиной в ЛКСМ. Все стремились работать еще с большей самоотдачей. И именно в 1943 году городецкой районной комсомольской организации была вручена высокая награда, переходящая красное знамя ЦК ВЛКСМ и наркомзема СССР за активное участие в сельскохозяйственных работах. И это знамя – символ единения усилий всех ребят комсомольского возраста и тех, кому было всего по 10-13 лет, стремившихся своим трудом приблизить победу. Забывали, что мы дети. Мы не видели детства-то. Детства-то у нас не было. Мне же не было тогда и 12 лет, когда началась война-то. Я пошла на работу сразу на колхозные поля. И сенокосили, и пололи все поля вручную, и выращивали урожай, и все отдавали фронту. И поэтому мы были очень взрослые. Не ныли, не плакали, ни на что не жаловались. То есть это подвиг был действительно массовый героизм на фронте и в тылу. И вот если вы все это уникнули, только после этого понимаешь, почему же мы победили. Не как раньше говорили, передовой социалистический строй. Вот мы закономерно победили, потому что у нас был передовой социалистический строй. А потому что сама отдача народа была такая. То есть я думаю, ни немцам, ни англичанам, ни американцам тем более не снилось. Вот то, как здесь жили и работали люди. В годы Великой Отечественной войны комсомольцы страны Советов сделали то, что сегодня кажется нереальным, почти фантастическим. Миллионы девушек и юношей ценой своей жизни подарили своим потомкам мирное небо над головой. «Молодежь принесла главную жертву войне», так говорил об этом подвиге маршал Советского Союза Георгий Жуков. За выдающиеся заслуги перед Родиной во время Второй мировой в июне 1945-го ВЛКСМ был награжден Орденом Ленина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова